Пассажиры не смогли сесть в двадцатку. В чем причина забастовки водителей барнаульского маршрута и какой автобус сегодня порадовал своим возвращением на дороге города. Плюс 43 сантиметра у Барнаула. Вода в реках края после жарких выходных снова начала подниматься. Даже из Академии Алины Кабаевой в Барнауле стартовали статусные соревнования по художественной гимнастике. Уровень воды в реках края после жарких выходных резко увеличился, так, по данным нескольких информационных порталов, вода за последние сутки поднялась у восьми гидропостов края. Обь в районе Барнаула прибавила сразу 43 сантиметра и теперь находится на отметке 281 сантиметр. Да, это далеко от критического значения, но повышение для одного дня довольно резкое. Еще больший подъем зафиксирован в Черыше в районе одноименного сельскохозяйственного предприятия. Здесь вода пошла в рост сразу на 45 сантиметров. Значительное повышение наблюдается и в районе Усть-Черышской пристани и в селе Фоминское плюс 23 сантиметра. Подчеркнем, что увеличение это везде не критическое и, по сообщению МЧС, гидрологическая обстановка на водоемах края сегодня стабильная. Подтопление населенных пунктов не прогнозируют. Между тем, в третьей декаде мая, начале июня, ожидается вторая волна паводка. И, как отметил во время апрельского визита на Алтай глава МЧС России Александр Куренков, исключать риски пока еще не стоит. Новые автобусы большой вместимости марки КАМАЗ сегодня вышли на маршрут номер один. Барнаульцы давно просили возобновить движение единиц и, впрочем, как и десятки. Нехватка автобусов – одна из самых актуальных городских проблем последнего времени. И вот случилось – единица вновь на маршруте, скоро обещают запустить десятку. Обслуживать маршруты будет муниципальный гор «Электротранс». Мнение пассажиров, водителей и руководства предприятия о новых автобусах и возобновлении движения выслушала наша съемочная группа. Я первым кругом поехал сегодня. У нас в 6.30 с Балтийской крепости. И прям народ уже знает, видимо, смотрел где-то новости. И прям заходит. Прям мы увезли почти что полный автобус на Спартакбол. Люди не просто ждали новые автобусы. Они давно просили обновить городской пассажирский автопарк и увеличить количество выходящего на дороге транспорта. Просили также вернуть популярные маршруты. К таковым, кстати, относятся и единица, и десятка. Еще в феврале 41 автобус большой вместимости прибыл в Барнаул. Их приобрели по решению губернатора. Часть в апреле прошли обкатку. И сегодня маршрут номер один возобновил движение. Я еще не услышала. Думаю, ну замечательно. Невыносимо уехать. Очень. Если добавятся новые, то прекрасно будет. Прекрасно. Они еще новые, современные, такие хорошие автобусы. Десятый замечательный. Обязательно нужно возобновлять. Потому что раньше мы на нем ездили без проблем. Вот он у нас как раз там проходит и сюда приезжает без пересадок. А сейчас, конечно, они хорошие, они удобные. Если пойдут, хорошо. Мы прям будем рады. Десятку надо пускать. Ездили очень-очень редко. Единицы, десятки. Выходные дни вот эти вообще не было. Не ходили. Ну вот сейчас уже пускают новые. Что скажете? Очень рады будем. Довольны, конечно. Новый автобус, новая радость. Игорь, водитель с 20-летним стажем, впервые получил для работы новый автобус. Раньше доставались исключительно подержанные. На старом предприятии его Мерседес 90-х годов ломался регулярно. Хотя машина отличная, но возраст давал о себе знать. Рассчитывает, что новые Камазы тоже долго прослужат. Ну, я думаю, что 10-то лет точно проездит. Как бы не должен он, что он там сгнить. У него как бы все поблицовка, все пластиковое. Этот автобус, конечно, новый. Он отличается и комфортностью повышенной, и плавностью хода, мягкостью. Ну, мне он понравился очень сильно. Я когда на него сел, прям с удовольствием, думаю, буду работать. В Горэлектротранс Игорь пришел в апреле от частника. Говорит, предложили хорошие условия. Впрочем, новых водителей здесь уже приняли 17 человек. И ждут, что люди еще придут. У нас белая зарплата, все, построена вся работа на федеральном законодательстве. Значит, мы гарантированно отпускаем в отпуска на больничные листы, ну, то есть полностью государственная деятельность. Ну, и второе, да, мы для водителя автобуса зарплату установили 80 тысяч рублей. Водителей продолжают набирать. Напомню, что новые автобусы оснащены современным оборудованием, к примеру, кондиционерами. У людей есть также возможность зарядить телефоны. Специальная кнопка позволяет человеку с ограниченными возможностями дать сигнал водителю, чтобы тот принял меры для высадки и посадки таких пассажиров. Отметим, что маршрут единицы немного подкорректировали для удобства населения. Теперь автобус заезжает и в новые микрорайоны. Так что уехать барнаульцам теперь должно быть проще. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком. А между тем, забастовка на одном из автобусных маршрутов произошла сегодня утром. Причина, сообщает Банкфакс, сокращение процента получаемого с выручки в качестве зарплаты. В итоге на линию вышло меньшее число автобусов. Они оказались переполненными. Валентина Аскерова с подробностями далее. Вы зарплату лишили? Вы сейчас не выходите на работу. Мы у вас деньги отобрали. Зарплату у вас лишили? Ну, проценты-то урезали. Ну, вот это наше право. Мы хозяева. Видео с забастовки водителей и кондукторов 20-го автобуса попало в сеть. Оказалось, что сотрудники 20-го маршрута взбунтовались и не вышли на линию за сокращение процента, получаемого с выручки в качестве зарплаты. Недовыпуск автобусов на линию вызвал цепную реакцию. Пользователи соцсетей с самого утра жаловались на сильную давку в 20-ке. По словам пассажиров, салон был настолько переполнен, что даже поручень не выдержал и сломался. Администрация Барнаула взяла транспортную проблему на контроль. Профильным комитетом совместно с представителями транспортной компании организовано взаимодействие по урегулированию спорных вопросов. Ситуация находится на контроле у комитета. Удалось ли достигнуть компромисса между работниками и руководством пассажироперевозящей компании, мы расскажем в ближайшие дни. А между тем, недовольство по состоянию общественного транспорта, обновлению маршрута и расписанию можно выразить в опросе, который на днях запустил Общероссийский народный фронт во всех регионах. Жители Алтайского края, участвующие в анкетировании, могут смело указывать болевые точки транспортной инфраструктуры. Эти опросы всегда своевременны, а в этом году он своевременен, потому что не так давно, с 1 мая, повысился проезд. У нас сразу в двух муниципалитетах края, это в городе Барнауле и в городе Бейске. И зачастую мы можем слышать, что не всегда цена соответствует качеству. Чем больше и развернутые будут ответы на эти вопросы, тем мы увидим проблемы, которые обозначают наши граждане, и, соответственно, можно будет работать над их исправлением. Опрос продлится до 20 мая. Принять участие можно по ссылке, которую вы видите у себя на экране. По итогам специалисты сделают выводы и предпримут соответствующие меры. Напомним, в Барнауле стоимость проезда выросла на 5 рублей, а в Бийске на все 7. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Попытку ввоза запрещенных таблеток для похудения пресекли на Алтайской таможне. В ходе досмотра автомобиля на пункте пропуска Веселоярск сотрудники обнаружили 34 упаковки с медикаментами, которые содержат сибутрамин. Это сильнодействующее вещество, запрещенное к свободному обороту в России. Возбуждено уголовное дело. Международные соревнования по художественной гимнастике торжественно открыли сегодня в Барнауле. На состязание по изящному виду спорта съехалось 1100 спортсменок из семи стран, в том числе воспитанники именитой Академии Алины Кабаевой. Как проходят старты, расскажет Данил Кузнецов. С такого парада красоты началось сегодня открытие международных, одновременно с ними общесибирских и краевых соревнований по художественной гимнастике в Барнауле. Всего на мероприятии собралось свыше тысячи спортсменов разных возрастов из семи стран СНГ и 30 городов России. Старты «Динамо» детям России по всем возможным дисциплинам в краевой столице проходят уже 22 года и каждый раз на достойном уровне. Причина тому – сильная школа в Барнауле. На самом деле гимнастки с Барнаула сейчас выступают на мировой арене. То есть вот Анастасия Салас – это наша воспитанница, Дарья Грохотова – наша воспитанница с Барнаула, Арина Цицилина, которая на две Олимпиады была, это сборная Белоруссии, наша воспитанница с Барнаула, Даша Вархоломеева – тоже с Барнаула, она сейчас номер один в мире. Многие из юных фанаток приехали посмотреть на выступления именно мастеров международного уровня, поскольку, наблюдая за их движениями, можно не только увидеть что-то новое, но и воодушевиться. Один из фаворитов соревнований – сборная Республики Беларусь в составе из пяти человек. Однако даже у них бывают ошибки. В общем-то, сначала неплохо, в конце чуть уже, наверное, подослабилась и не смогла контролировать до конца предмет, потеряла. Сколько снимут за эту ошибку? Прилично много. Российские спортсменки готовились ничуть не меньше, особенно воспитанницы школы Алины Кабаевой. Они тренируются каждый день, притом тренер не распыляет внимание на всю группу, а сосредотачивается на одном ребенке. У нас две тренировки, хореография, потом тренировка до обеда, потом перерыв два часа и потом вечерняя тренировка. Соревнования оценивает больше десятка судей. Придерживаются регламента Международной Федерации Гимнастики. Он, по мнению специалистов, проще по сравнению с российскими правилами, по которым судили сибирские и краевые соревнования. Поэтому адаптируются спортсмены без проблем. У нас чуть больше элементов, более насыщенное упражнение получается, темп очень высокий и есть элементы более сложные. У нас в правилах есть элементы, которые ценятся выше и, естественно, тренер вставляет эти элементы. Российская художественная гимнастика, она сильная, потому что мы пошли на большое усложнение программы. И некоторые гимнастики делают такие элементы в Ультра-России, которые не может никто исполнить в мире. Сейчас художественная гимнастика в России получила новый виток развития. Это результат не только усложнения правил, но и появления выступлений вдвоем и втроем. Особенно высоко в новых дисциплинах оценивают эффективное взаимодействие между спортсменами. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. И сегодня в Барнауле сразу в нескольких точках провели акцию «Георгиевская ленточка». Всероссийская акция стартовала в регионе еще в конце апреля. А в преддверии 9 мая волонтеры Победы развернули масштабную раздачу символа Великой Победы. В этом году до 9 мая вручат порядка 10 тысяч лент. Ежегодная акция «Георгиевская лента» проходит во всех районах города. Этот символ памяти и гордости, который напоминает нам о жертвах и погибших на войне. И дает вспомнить людей, которые нам очень важны. В патриотической акции задействованы десятки волонтеров, территориальные органы общественного местного самоуправления и многие другие организации. Они уже раздали больше 5 тысяч лент. До Дня Победы главный атрибут будут вручать еще во многих местах города. Начиная с 30 апреля у нас проходят акции по раздаче георгиевских лент в общественных местах, на общественных территориях. То есть если брать наш район, то это точки притяжения, нулевой километр парк изумрудный, сквер химиков, если это микрорайон поток. Ну и различные места, где у нас массовое скопление людей. Продолжим. Накануне в храмах Алтайского края прошло пасхальное богослужение. Сотни тысяч жителей края в кругу семьи отметили главный православный праздник. Наша съемочная группа тоже присутствовала на ночной службе. Подробности в материале. Ночное пасхальное богослужение. Самая торжественная и радостная служба в году. В храме Иоанна Богослова собрались сотни жителей города. Священники и прихожане обходят церковь зажженными свечами. Крестный ход символизирует шествие церкви и верующих навстречу воскресшему спасителю. Ради таких моментов многие и выходят в пасхальную ночь из дома. По традиции в храмах читают Евангелие на различных языках. В знак того, что благая весть о воскресшем Христе возвещается всем народам земли. Также в церквях края возносят молитву о Святой Руси. Храм – это священный дом всех людей. Можно и дома это все сделать, но мы люди верующие, поэтому без церкви никуда. Это просто чудесно, это атмосфера просто добра, это любви, это семья еще одна, точнее, даже первородная семья. Это очень приятно быть здесь. По традиции после завершения праздничных богослужений в храмах края осветили пасхальные куличи. Вообще праздник пасхальный продолжается целую неделю. И каждый день совершаются божественные тургии, каждый день совершаются крестные ходы. И даже может всякий желающий позвонить в церковные колокола. Пасхальная неделя будет длиться 7 дней и завершит ее Фомино Воскресенье или по-другому Красная Горка. Ирина Корчегина, Владислав Ковалев. День с толком. В Барнаульском зоопарке весенний Бэби Бум. На днях пополнения случилось в семье северных оленей. Впервые в истории учреждения родился верблюжонок. Маленькие пушистые питомцы появились и у других животных. О них, а также о тех, кого ожидают в ближайшее время, расскажет Мария Костылева. Молодые родители четвероногие Сара и Север. В их семье совсем недавно появилась малышка. Но имя ей еще не придумали. Присматриваются к характеру, говорит директор зоопарка Сергей Писарев. И добавляет. Пополнение случилось не только в семье северных оленей. Так недавно у винторогих козлов на свет появилось сразу 4 малыша. Барнаульский зоопарк всегда, каждый год отличается тем, что у нас появляется большое количество малышей. И все говорят о том, что бэби-бум. Радость материнства и отцовства познали этой весной и парнокопытные. Взрослый верблюд Мартик с верблюдицей Викой, которую привезли из республики Алтай. Познакомился два года назад. А сегодня они молодые родители. Новый детеныш – особая гордость Барнаульского зоопарка. Верблюды здесь прежде еще не рождались. Детеныш уже уверенно стоит на своих длинных ножках, ласков и любопытен. Доброе животное, малышка, девочка. Я думаю, что мы оставим ее здесь. И она будет жить вместе с мамой и папой. Бэби-бум только начинается. Многих малышей еще ждут. В ближайшем будущем здесь должны появиться на свет канадские пумы, бенгальские тигры и лоси. Сергей Писарев отмечает, за последние два с половиной десятка лет Барнаульский зоопарк пополнился в разы. Я вспоминаю, когда здесь было несколько курочек и кроликов. Когда я пришел сюда в 2000 году в индустриальный район, в зоопарке была лиса, был волк, был верблючок и были домашние животные. То сегодня в зоопарке уже только из краснокнижных животных, 16 видов краснокнижных животных. Не говоря уже о тиграх, о львах, о пантерах, о рысях, медведях, которых никогда здесь не было. Для некоторых обитателей зоопарка в этом году подготовили сюрприз. Их ждут новые вольеры. Пока планируют шесть. И это уже большой рывок. На этой территории будет новый вольер, в котором будет жить харза. Это краснокнижное животное. Мы получили его из Дальнего Востока. Нам прислали из Хабаровска. Также планируют закупить птиц-глухари из соседнего новосибирского зоопарка. Вскоре должны появиться и здесь. Инфраструктуру тоже обещают улучшить. Обновить тротуарную плитку и ландшафтный дизайн. Ну а сотрудники зоопарка вновь просят посетителей не подкармливать животных. У каждого вида свой рацион и график питания. Гостинцами можно непоправимо навредить. Как малышам, так и взрослым животным. Мария Костарева, Владислав Ковалев. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова